Сегодня мы с вами продолжим комментарии к книге Шмуэля, переводы Шиури Муханим, готовые уроки по книге из книги Датсофрим. Как я уже рассказывал, автор здесь предлагает модельные уроки по этой книге, как учитель мог бы провести с учениками теоретически. В отличие от его подробного комментария, Датсофрим ко всей книге. И урок посвящается для безопасности на земле Израиля, чтобы спаслить все узники, азы, кто еще живет, и извлечение всех раненых и больных. Итак, здесь продолжение, в принципе, той же главы, которую мы уже начали читать на предыдущем уроке, изучать. Второе наказание Давида было в том, что произошло между Амноном и Тамар, а теперь будет следующее наказание – Авшалом. Авшалом, как мы рассказывали, был брат Тамар и по матери, полностью брат Тамар, во всяком случае, по матери точно. Если у Тамар действительно отец был другой, чем Давид, тогда только по матери. Во всяком случае, они были очень близки, и он с самого начала затаил злобу, чтобы отомстить Амнону. Причем, меньше, чем смерть, видимо, он не считал достаточным за то, что Амнон сделал. Как я уже рассказывал, здесь получилась комбинация опять факторов и свобода выбора конкретных людей. Потому что Авшалом сделал это тоже неправильно, в принципе. Но, как мы видим, многие люди, как скажет автор в Израиле, наверное, считали, что это правильно он поступил, что такие вещи не прощаются, и чтобы было неповадно другим. По еврейскому закону, конечно, за насилие нет наказания смерти. Но, во всяком случае, так вот поступил Авшалом и позже скрылся, и потом еще позже он начнет бунт против Давида. Все это было, получается, одно за другим событие, когда один грех приводит к другому, и все это частично наказание самого Давида. То есть, хотя у них, конечно, у всех свобода выбора была, и каждый из них выбрал делать то, что делал. Но если бы не грех Давида изначально, то тогда бы, возможно, протекция какая-то была бы с неба, чтобы не получилось то, что получилось. Может быть, Амнону бы не удалось сделать с Тамар то, что он сделал, и не дошло бы это все до бунта. Это все было наказание Давида, но использовались те люди, которые в данный момент, в любом случае, выбрали своим выбором делать плохое. Это, на самом деле, верно про все подобные ситуации, когда мы говорим, что, допустим, религиозные евреи смотрят, скажем, на Холокост как наказание нашего народа. Но это не значит, что каждый отдельный эсэсовец, каждый отдельный человек, который убивал евреев, он не виноват, потому что все равно все же нас хотел наказать. Разумеется, это не так. Были люди, которые своим выбором, ну, конечно, на лидерах лежит основная вина, наибольшая вина лежит на Гитлере, но и те, кто принадлежали эсэсам, тем более участвовали, да, у них часто была возможность, были, даже среди эсэсовцев были разные. У каждого, конечно, его суд наверху, в зависимости от того, какие именно акции они сделали в этом мире. И ту ответственность, которую они несут, никто с них не снимет. Но если бы не были они, были бы кто-то другой. В любом случае, Всевышний скрыл свое лицо от нас за наши грехи. Был очень большой отход от Туры, в том числе, перед Второй мировой войной. Вообще, такого отхода вообще не было никогда в нашей истории. Настолько далеко евреи вообще полностью все бросили, тем более в течение тысяч лет евреи во всех местах в основном соблюдали заповеди. В общем, что я буду сейчас говорить, без сомнения. Подходы религиозных евреев, что здесь есть элемент наказания, но при этом, конечно, не значит, что каждый, кто был уничтожен, виноват. Наказание было, в общем, на наш народ, и все мы как один большой организм. В любом случае, то, что происходит в этом мире, это только некий спектакль, мы играем свои роли здесь, поэтому, конечно, холокост – это очень больная тема, и, конечно, многие вообще не хотят об этом говорить, и правильно, может быть. Но если уже эта тема была взята, сейчас тоже, если говорить, например, о наказании, которое постигло наш народ, без сомнения, Хамас заслуживает полного уничтожения за то, что они сделали. Но это не значит, что ни нам ничего не нужно больше делать, кроме физической войны. Конечно, физическая война – это часть того, что требуется, но также требуется сделать шубу, да, нам всем раскаяться, и то, что наш народ лишился протекции Всевышнего в этот страшный день, еще в день Симха Торы, то это, конечно же, первый сигнал для нас. Симха Тора – это день, когда мы заканчиваем цикл Торы и начинаем Новый год изучения Торы. И как раз в этот день произошла страшная трагедия, каких не было уже больше 70 лет у евреев, что в таком количестве и такими жуткими способами убито было столько людей сразу. Это все означает, что нам нужно и раскаиваться тоже, но, во всяком случае, в отношении Давида он считал себя, и правильно считал, что он, в общем-то, виноват во всем, что происходит до какой-то степени. Но и у его детей была свобода выбора полная. Амнон мог с собой совладать, если бы захотел. Афшалом мог не действовать так. Да, кстати, за Афшалом мы как раз учим, согласно Хазару, такую идею, что если человек на другого по любой причине обижен, то самая плохая идея – это именно делать хорошее лицо и держать злобу в сердце, и вот искать возможность отомстить. Если бы Афшалом хотя бы вел себя, да, не лицемерно, а не скрывал свою ненависть к Амнону, то Амнон был бы осторожен, и этого бы не произошло. А Афшалом вообще велся, как будто ничего не произошло, и Амнон потерял бдительность, и через два года Афшалом удалось его убить, как мы увидим. Итак, первый вопрос, который задают ученики-учители в нашем модельном уроке – это «А почему, собственно, не был наказан Амнон?» Оказывается, что здесь все не так просто. Действительно, наказать в такой ситуации очень трудно. Что на самом деле можно было сделать? Ну вот есть возможность заставить воплотить к нас штраф. Может, кстати, он и заплатил. Я не знаю, почему автор считает, что он не заплатил. Но в любом случае это, так сказать, мало чего изменит. Потом, если женщина хочет, а на ней насильник женился. Сегодня вряд ли какая-то женщина захочет выйти замуж на насильник, она в те времена, когда женщинам было очень трудно. Вообще, в течение истории женщины очень много перетерпели. Травда, тяжелее было быть женщиной, допустим, тысячи лет назад. Да даже пару сотен лет назад, что уж говорить. Еще сотни лет назад с чем-то в Англии было разрешено мужу бить жену, например. У женщин права появились сравнительно недавно, у неевреев. У евреев, конечно, у женщин гораздо больше было прав, у евреев женщины не били. Во всяком случае, закон это запрещает. Я не скажу вам за всех, конечно, бывают разные люди. Наверное, бывали случаи исключений. Но, в целом случае, по закону у нас нельзя, муж не может бить жену, например. Это понятно. Но, тем не менее, это не значит, что женщинам так уж хорошо жилось. В те времена, особенно, когда основные заработки, основные возможности содержать имя были у мужчины только. Тем более, что во многих случаях работы нужен был физический труд именно. Поэтому мужчины сильнее, натуральным образом сильнее, чем женщины. В общем, получалось так, что для женщины выйти замуж считалось очень-очень важным. Не только, как, знаете, сегодня ждут от женитьбы романтики и все такое. Тогда, кажется, в основном хотели просто, чтобы было за кого подержаться, кто тебя предохранит, кто будет тебя содержать. Поэтому то, что Тора предлагает такой выход, опять же, с ее разрешения, с ее желания. Никто не заставляет ее выходить замуж. Но что насильник женится на женщине, которую изнасиловалась, если она этого хочет, и не может никогда с ней развестись. Это вполне нормально было в древние времена. Во-первых, это предвращало многие акты насилия, потому что многие люди не хотели после этого ее взять с жены, поэтому не стали бы изначально насиловать. Особенно, как говорит Ромбан, часто была такая ситуация, что человек из высокого сословия в древние времена, в принципе, мог бы заинтересоваться, думая, что ему сойдет с рук, если он изнасилует какую-то женщину совсем неважную. Потому что важная женщина может попоиться ее насиловать, а вот какая-то неважная женщина, он подумает, что может ее изнасиловать. Но если он знает, что после этого ему придется на ней жениться, на такое он уже не пойдет. Так что возможно, что закон Торы про насилие предотвращал огромное количество насилий, но в любом случае, если уже это произошло, то выйти замуж в такой ситуации для женщины, может быть, было лучшее из всех вариантов, согласно условиям, которые тогда существовали, условиям жизни, существовали в течение тысяч лет. Если она хотела, она могла за него выйти замуж, но Тамара уже, похоже, больше и не хотела, поэтому если бы она хотела, то можно было бы заставить Амнона на ней жениться, но, похоже, Тамара уже больше не хотела, и она его тоже теперь ненавидела. Поэтому поженить, беречь не шла, деньги тут ничего уже не компенсируют, а что еще оставалось делать? Поэтому, получается, по букве закона трудно было наказать Амнона. Но есть всегда еще дополнительный суд, как мы говорили не раз, что у царя была возможность наказывать не по букве закона, Именно чтобы было неповадно, если в евреевском народе появляется такая вещь, как насилие, а это чрезвычайно редкая вещь, как он сам уже доказал на предыдущем уроке, что из разговора Тамар и Амнона видно, что у евреев это вообще не встречается, это ужасная вещь, чтобы человек изнасиловал женщину. И тем не менее, когда такое случилось, то царь мог выбрать любой вид наказания, который хотел, чтобы неповадно было другим. Но вот почему-то Давид на это не пошел, видимо, виня себя частично или еще каким-то причинам, Давид не пошел на то, чтобы наказать не по боку закона. И тогда взял закон в свои руки, а в шалом. На это вообще, по евреевскому закону не было никаких прав. Не может любой человек брать закон в свои руки только потому, что он думает, что это несправедливо. Но это происходит, кстати, и сегодня, я добавлю от себя. Я знаю, что вот, например, было немало случаев, когда, допустим, какой-то человек сделал что-то страшное для кого-то, ну, убил там или изнасиловал. И, предположим, по какой-то причине не смогли это доказать в суде, или был подкуплен судья, или еще по каким-то причинам он вышел без всякого наказания. Очень часто происходит следующее, что родственники, жертвы, такие, тогда берут закон в свои руки и наказывают этого человека уже так, как они хотят, как они считают справедливым. Могут убить, могут избить до полусмерти. Вот, так что это не то, что необычная вещь, что люди, когда видят, что по какой-то причине не смогло свершиться правосудие по букве закона, берут тогда правосудие в свои руки. По-английски это называют brass verdict, кажется, вердикт, brass это свинец, что ли, какой-то металл по-русски. В общем, есть такая идея, но в еврейском законе такого нету. Собственно, и в нееврейском законе такого нету, это просто люди так делают часто, но это не по закону. Царь может наказать, как я сказал, больше, чем буква закона, когда требуется. И еврейский суд в каких-то ситуациях может так сделать, но отдельный человек, он не может брать закон в свои руки, тем более, что люди же не объективные, если они родственники, они могут быть так разъярены, что, например, их сестру изнасиловали, что они будут, если каждый закон в свои руки брать, то вообще будет полный хаос и анархия. Как бы там ни было, в данной ситуации получилось, что Афшалом действовал не по закону, и тем не менее, многие евреи наверняка ему симпатизировали и видели в том, что он сделал в каком-то смысле наоборот, что он поддерживает порядок, и что уже в другой ситуации никто теперь никому не придет в голову изнасиловать девушку, потому что будут знать, что может родственник просто его убить. И, кстати, привозит здесь автор еще одну интересную идею из Иерусалимского Талмуда в трактате Сота, что Амнон-таки все это время, эти два года до того, как был убит, он делал тшуву. Он, на самом деле, раскаялся и пытался вообще, насколько возможно, что вообще он мог сделать реально. Занимался Торой и, наверное, умаливал себе прощение, возможно, что извинился перед Тамарой, да, обычно тшува, когда человек что-то сделал плохое другому, должен в первую очередь от него получить прощение. Не думаю, что Тамара его простила, да, такие вещи, трудно простить, потому что человек извинился. На всяком случае, какую-то тшуву он пытался сделать, и Торой он занимался, и, возможно, что он вообще жил довольно-таки неактивной жизнью, да, один в основном, да, занимаясь Торой в свободное время. Откуда он это взял, из Иерусалимского Талмуда? Там обсуждается в Иерусалимском Талмуде, сколько времени может заслуга человека его, так сказать, подвесить его наказание, что наказание не произойдет сразу. И вот приводятся разные примеры, и в том, что приводится Амнон, что занял два года, пока он был убит, значит, получается, подразумевает Иерусалимский Талмуд, что все это время он сделал тшуву, иначе бы он был убит еще раньше, видимо. На всяком случае, то, что он взял Иерусалимского Талмуда, действительно такое там сказано, то есть действительно выглядит, что он, по мнению мудрецов Талмуда, делал какую-то тшуву все это время. И занимался Торой, и, наверное, что-то еще делал, чтобы исправить, кто знает, может, постился, да, что вообще человеку делать, ну, как я сказал, первая часть тшувы – это упросить прощения того, кого обидел, а здесь вообще непонятно, как такое прощение получить. Сегодня, в наше время, наверное, человеку посоветовали в такой ситуации, как минимум, заплатить за визиты к психологу, да, ведь женщины, которых изнасиловали, им нужно долго, как говорят по-английски, psychological counseling, да, и много времени они проводят потом у психолога и пытаются как-то построить свою жизнь, насколько это вообще возможно в данной ситуации. Поэтому, как минимум, заплатить за это должен человек, который привел бедную женщину к такому несчастью. Вот, но в те времена, конечно, таких психологов не было, и поэтому не очень понятно, что он мог реально сделать. Тем более, что, как я сказал, мне кажется, не так уж маловероятно, что он и заплатил какие-то деньги, да, кто сказал, что он не платил, только не упоминается это, потому что ничего не изменило реально. Вот. Сегодня, кстати, что делают обычно с человеком, который изнасиловал, как вот, например, американское законодательство к этому относится? Обычно, если удалось доказать, что тоже не всегда так уж просто, но есть способы там обычно с помощью ДНК там и других, ну, допустим, доказали, что он действительно ее изнасиловал. Ну, кстати, были случаи подстав, уже доказано, что в любой стране, где бывало, что сажали человека, который имел отношение по обоюдному согласию, а потом она заявила на него, что ее изнасиловали, это не так просто, но может она себе сама как бы так сделать, что выглядит как жертва, там немножко побить что-нибудь, да, синяки, что-то другое. В общем, есть способы подставить человека тоже, и такое уже бывало. Но, как правило, я полагаю, что действительно многие, большая часть тех, кто сидит за насилие, действительно насилие совершили. Но есть и также очень большой процент, которые насилие совершили и вышли без всякого наказания, потому что не всегда можно доказать. Так что есть оба варианта, и те, кто сидят ни за что, и те, кто, наоборот, не сидят, когда должны были быть сидеть. Так вот, значит, в Америке, например, дают этому человеку длинный срок за насилие. В Великой Законе вообще нет тюремного наказания ни за что. Есть вопрос, почему на самом деле. Я видел разные объяснения, но самое, наверное, логичное, что еврейский закон хочет, чтобы человек активно вел жизнь. В тюрьме очень многие мицвы у него можно выполнить. Поэтому, если наказание будет тем, что у человека будет забрана возможность делать то, зачем он вообще находится в этом мире, то есть исполнять заповеди Торы, то тогда это будет не наказание, а какой-то обратный эффект. Поэтому все наказания Торы это обычно либо плети, либо смерть в крайних случаях, либо компенсация денежная. Плети тоже бывают, что дают за насилие, в зависимости, там еще есть условия и детали, я не буду в них даваться. Я когда-то переписывался с раввинами из Эшаторы, которые написали по умолчанию, что человек, который изнасиловал женщину, в том числе ему давали плети. Я написал, что это не всегда так, они там ответили кое-что, есть разные мнения в каких ситуациях. Но, в общем, они правы до известной степени, в которых во многих случаях человек еще мог получить плети за то, что он изнасиловал. Еще автор замечает интересную вещь, что как именно в результате убил Афшалом Амнона? Знаете как? Он его пригласил на трапезу, на веселье, какое-то пиршество, и когда тот напился вина, вот тогда он приказал своим слугам его убить. Автор считает, что это тоже добавило как бы дров, что ли, как говорят, масла в огонь, по-русски говорят, что в каком-то смысле тот факт, что он после всего, что произошло, напивается вином, веселится, да, представляете, вот тут перед Афшалом такая картинка, его сестра только плачет постоянно, она до сих пор еще не пришла в себя и не может жить нормальной жизнью, она такая веселая, хорошая женщина, и вдруг у нее вся жизнь пошла полностью наперекосяк, она сидит дома, не выходит, плачет все время, а эта сволочь сидит и напивается вином. Правда, прошло два года, но для Афшалома это не было длинным сроком, он думал, наверное, что Амнон теперь будет всегда в раскаянии, знаете, как Давид в свое время сказал, хататин и гдитамид, мой грех передо мной всегда, но Амнон, видимо, решил, что уже хватит, и напился веселенький такой, так что, считает автор, это тоже добавило причину, что его было не так сложно этим людям, да, слугам Афшалома убить. Тоже они сначала не хотели, но, знаете, они убили Амнона, не очень-то жалея, считая его последней сволочью, наверное. Да, как сказал им Афшалом, будьте сильными, будьте бнейхайл, да, не бойтесь его убивать. Так ученик спрашивает, а почему действительно они не побоялись убить человека? Я не уверен, этот вопрос его можно разделить на две части. Не побоялись в смысле то, что они делают перед Всевышним, страшный грех, или не побоялись в смысле не побоялись в месте Давида? Что именно спрашивает здесь ученик? Может, имеется в виду, не побоялись именно в месте Давида, ну и вообще наказание суда какого-то, или, да, что их самих предадут смерть из-за убийства человека? Так ученик говорит, это, кстати, учитель как раз спросил этот вопрос, ученик отвечает, что им пообещало Афшалом, что он за них заступится. Не знаю, насколько они были лояльны Афшалому, что были уверены, что он действительно за них заступится. А в результате он выполнил свое обещание, спрашивает учитель. Нет, он сам убежал, да, как только это произошло, он понял, что Давид может его наказать, и он убежал, он долгое время был на чужбине. А что произошло-таки, спрашивает учитель, с этими людьми, которые реально убили Амнона, да? Амнона убили конкретные люди, хотя Афшалом это приказал, но, как говорится, в еврейском законе, да, если один человек нанял другого, чтобы убить, наемный убийца, киллер, как сегодня называют, то основная вина на киллере. В еврейском законодательстве это не всегда так. Кажется, бывает, что наоборот, идут на сделку с киллером, чтобы только выдал заказчика. Вот в еврейском законе киллер, он явный убийца, а заказчик, он как бы от руки небес заслуживает смерти. Он тоже, конечно, тип убийцы, но как раз заказчика труднее наказать, чем киллера. Потому что в любом грехе, как говорится, нет посланника, чтобы сделать грех. Если человек послал другого, чтобы он сделал грех, то виноват, в первую очередь, тот, кто был послан. Потому что почему он слушается этого человека? Почему он ослушался закона Торы? Это относится к любому закону. Допустим, послали кого-то, чтобы сломал шаббат, например. Неважно, любой практически грех. Это все недавно как раз в трактате Бавакама, в том числе, обсуждалось. Или в Кедушине, в Кедушине это обсуждалось как раз. Насчет убийства обсуждалось в конце Кедушина в цикле, да, в Йоми. Да, что... Какой уровень именно греха у заказчика? Ну, ясно, что тот, кто послал, он основной убийца. Так вопрос, окей, а в шалом там сразу убежал. А что произошло с этими людьми, которые реально убили? Их было больше, чем один, кстати. Несколько человек участвовали в убийстве Амнона. Так говорит ученик, ничего не написано на этот счет. И говорит учитель, можно догадаться, что могло произойти? По закону Торы опять же, опять такая же ситуация, вот такая проблема, что закон Торы, он очень сложным делает вообще кого-то наказать. Вроде много законов Торы, где наказание смерти, но в результате эту смерть очень трудно привести в исполнение, даже за убийство. По целому ряду причин, нужно свидетельствовать, там предупреждения, очень много есть условий. И в этом плане, получается, закон Торы, он похож в чем-то на современные тенденции западного мира, где обычно очень трудно кого-то наказать, и наказание обычно не слишком тяжелое. То есть, хотя на первый взгляд кажется, что в Торе очень много есть наказаний, но на практике наказание требует множество условий, и это трудно от соблюсти. Поэтому по закону Торы, их невозможно было наказать. Их и не предупреждали. И вообще, когда несколько человек участвовали в убийстве, непонятно, кто из них реально этого Амнона убил. Когда несколько человек вместе что-то сделали. Можно было, опять же, наказать их по закону суда особого, или по закону царя, опять же, чтобы неповадно было так же поступать. Диной Малхут. Но говорит, мне кажется, учитель говорит, опять же, мы не знаем, ничего не написано на этот счет, ученик правильно ответил, ничего не написано, мы только пытаемся догадаться. Он говорит, мне кажется, что люди в основном поддерживали то, что произошло. Что очень многие стали на сторону Афшалома и на сторону этих людей. Считали, что то, что они сделали, это правильно. Пусть не по букве закона, но правильно. Что отомстили человеку, который изнасиловал. За это такие вещи не прощаются. Поэтому, если бы действительно Давид этих людей предал смерти, то кто знает, как бы к этому отнесся. С народом мог бы бунт возникнуть. Так спрашивает тогда ученик, может, поэтому и сказал Афшалом им, не бойтесь. Потому что он знал, что народ поддержит их. И учитель говорит, да, очень вероятно, что так оно и было, что Афшалом это и имел в виду тоже. Что он сказал им? Будьте бнейхайл. Хайл это люди сильные. Не всегда это войны. Сегодня хайалим называют солдат. Но вообще хайл это, знаете, эшет хайл, например, говорится в конце Мишлей. Женщина, по-английски переводит woman of valor. Женщина какая-то очень хорошая, сильная, хорошая женщина. Вот здесь, значит, говорится, бнейхайл будьте сильными, в смысле, что он был уверен, что в глазах людей они будут героями. Герои можно так перевести. Тем, что они убили Амнона, будет считаться не то, что они коварно убили человека пьяного, который не ожидал ничего. Наоборот, что они отомстили за страшный грех, за насилие и правильно поступили. То есть народ это поймет. И говорит, учитель, да, может быть, действительно это имел в виду, Афшалом. Мы увидим позже, что Йоав, главнокомандующий Давида, сделает все, чтобы вернуть Афшалома и помирить их с Давидом. И говорит автор, что Йоав хорошо знал настроение народа и что народ, в общем, поддерживает Афшалома и считает, что он поступил правильно и справедливо. Позже это как раз приведет к тому, что Афшалому удастся организовать бунт. Бунт же на пустом месте не возникает, но Давидом были недовольны, а Афшалом выступал как некий второй пинхас, понимаете ли, ревнитель веры. Так спрашивает тогда ученик, неужели мы пытаемся найти оправдание Афшалому? И отвечает учитель, мы, говорит, не в суде с вами. Наш класс это не суд. Мы просто пытаемся понять, что произошло. Позже в следующей главе народ Израиль называется там Ам-Элуким, божественный народ. И это очень высокий титул. И поэтому можно себе представить, что для народа месть Афшалом была не просто местью личной, а именно вот Тиконулам, так сказать, исправление мира, то, что он поддерживает высокую мораль. Между прочим, как правильно автор из-за замечания, тоже пришло в голову сравнение это. Что мы знаем, в самом конце книги Шофтима описано, как из-за групповой насилия одной женщины, наложницы какого-то левита, была целая война междоусобная. Жители Бениамина не хотели выдать носильщиков, чтобы их наказали не по букве закона. Опять же, так не было предупреждения, опять же, не было понятно, кто там виноват реально. Поэтому не было возможности судить их по букве закона. Они не хотели их выдать, чтобы их судили не по букве закона. И тогда начала гражданская война против колена Бениамина. И погибли десятки тысяч людей с обоих сторон. Поэтому можно себе представить, что когда у людей очень высокое понимание морали, в смысле, что насилие это страшный грех, и такое не должно происходить, то люди идут даже вот на войну и даже погибают, чтобы предотвратить такое. Поэтому на Фшалома могли смотреть. Опять же, это было несчастье, это было жуткое несчастье. Вообще, в период Шофтима это было, наверное, самое страшное событие в эти сотни лет. Один раз такое произошло. Но в целом случае показывает, как люди были готовы, чтобы наказать злодеев за насилие. Такую целую войну устроили. Ну и еще раз заключение напомним, что, как автор снова приводит в конце, что законы Ихуда фактически с незамужней женщиной были введены именно после этой истории с Тамар. По закону Торы, по многим мнениям, это закон Торы, нельзя уединяться с женщиной, которая запрещена полностью, то есть на ней невозможно было бы жениться, например, чужая жена. Правда, если муж в городе есть разрешение, я сейчас не буду вдаваться в детали. Есть сложные законы Ихуда, мы их изучали как раз в цикле дофьоми, в самом конце тогда такие души. Значит, есть запреты с Торы, по большинству мнений. Это когда Ихуд, уединение мужчины и женщины с женщиной, которая ему не разрешена никаким образом, например, чужая жена и другие запрещенные женщины, а есть запрет Равинский, уединиться мальчику и девочке, которые, в принципе, могли бы жениться. До этого законы Ихуда не существовали в такой ситуации. То есть, когда Тамара осталась наедине со мной, они никакого греха не сделали. Но именно после того, что произошло, Хазаль сделали запрет Ихуда, чтобы предотвратить подобные ситуации. Вообще, запрет Ихуда, насколько я понимаю, в большей степени беспокоится о том, чтобы люди имели отношения добровольно, чем насилие. Насилие включается как редкое исключение, скорее. Но добровольные отношения тоже запрещены, если они вне брака. Поэтому запретили Хазаль уединяться мужчине и женщине. Даже когда она не замужняя, и когда она, в принципе, могла бы за него выйти замуж. Но все равно запрет Ихуда относится. Как-то так. Окей. Я тут кое-что пропустил из-за некоторых не очень релевантных его дискуссий. Но в основном я попытался суммировать остаток 13 главы. Ну и, конечно, как обычно, в самой книге Дасов, в общем, гораздо более подробно все описано. И на этом мы сегодня закончим. Дальше будет описываться о том, как мудрая женщина послана была Йоавом, чтобы Давид простила в Шалома. И как она подсказала, возможно, даже концепцию Гилгула, по мнению каббалистов. Об этом мы все поговорим на другом уроке. И этот урок посвящался для безопасности на земле Израиля, спасения заложников и извлечения всех раненых и больных.